МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Урбан". Программа о городских проектах. -"Всё верно, это программа Урбан. Сегодня среда. В студии Анна Лапшина и Светлана Заньков. Всем здравствуйте". -"Как сделать наш город лучше"? Слушайте Урбан. Программу о городских проектах. Каждые две недели. По средам. В 11.06. Сделаем наш город лучше вместе с системой Глобус. Да. И у нас сегодня замечательная совершенно тема. Мы к ней долго подбирались и решили, что, конечно, уже нет времени затягиваться. Время пришло однозначно. Мы сегодня будем говорить об управляющих компаниях, какой она должна быть. Напоминаю, что концепция программы Урбан – это знакомство с передовым опытом, с лучшим опытом. Мы говорим о том, как надо, как должно быть. Конечно, мы принимаем звонки в Урбане по телефону 211-101. И я понимаю, что после того, как мы представим наших гостей, начнем разговор об управляющих компаниях, будут разные звонки, в том числе и от клиентов этих компаний, договоримся следующим образом. Поскольку концепция есть концепция, то мы говорим о предложениях, задаем вопросы, жалобы мы берем на карандаш, если они касаются конкретных каких-то домов. И это касается наших специалистов, которые в студии. Берем на карандаш и отдельно отрабатываем. Не в эфире. Вот такое у нас условие 211-101. Ну, представим наших гостей. Татьяна Демина, генеральный директор управляющей компании «Азбука быта». Татьяна Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Анна Клепикова, директор управляющей компании «Паритет». Анна Борисовна, добрый день. Добрый день. И Лариса Шмырова, директор управляющей компании «Лепси Уют Плюс». Лариса Валерьевна, и вам здравствуйте. И вам. Да, и еще одна компания у Ларисы Валерьевны «Лепси Быт». Ну, вы здесь за эфиром поговорили, и это было для нас открытие какое-то. Но очень милая такая черта, правда, потому что наши коллеги сказали, наши гости сказали, что надо все-таки к ним обращаться по имени-отчеству, несмотря на то, что мы привыкли в эфирах говорить там и обращаться даже к самым высокопоставленным персонам по имени, исключая пока еще все-таки губернатора, сити-менеджера и мэра. Но нам коллеги пояснили, что их не узнают, их жители, их клиенты, потому что обращаются по именам-отчествам, а иногда просто по отчествам, по старой русской традиции. Поэтому мы тоже так же будем обращаться. По отчествам? Может быть, к концу программы по отчествам поговорим. Мы составили такой большой список объемных вопросов. Из 14 штук? Да, о разных вещах. Обычно мы концентрируемся на каком-то одном вопросе. Вот берем озеленение. Просто у нас тут два новичка, сразу скажу. Поэтому я говорю, берем озеленение и со всех сторон его крутим. Еще по всей стране приглашаем, подключаем экспертов по телефону. Берем, например, что тротуары и крутим их со всех сторон. Но здесь у нас будет другая история. Здесь мы будем знакомиться с управляющими компаниями. Из чего она состоит? Какие современные стратегии управления есть домами? Какие, может быть, фишки, какие-то нововведения? Взаимоотношения с ресурсоснабжающими предприятиями? И самое главное, конечно же, взаимоотношения с жителями. Потому что нет никого ближе к жителю, чем управляющая компания. И это надо понимать. А я вам хочу сказать, коллеги, что это очень важная тема. Потому что очень многие, очень многие люди в городе не знают своих управляющих компаний. И я вам хочу сказать, что мы даже такие эксперименты проводили и даже тут озвучивали в нашей студии. Я вот рассказывала и еще раз его повторю. Когда сражалась с мусорной площадкой, замусоренной у маленького корпуса гимназии ВГГ. На улице Володарского. На улице Володарского, да, 46. Я тогда прямо встала и смотрела, как люди несут мусор. А там три контейнера. И, значит, мусор вокруг контейнеров вровень с контейнерами. И я встала, дождь идет. Сфотографировала, как обычно, куда нужно, отослала. Думаю, потом будем разбираться в очередной раз. Но спросила у людей. Вот идет пожилая дама. Я спрашиваю, а вы знаете, какая у вас управляющая компания? Вы звонили туда. Она говорит, я вообще не тут живу. Хотя было очевидно совершенно, что у нее натоптанная тропа. И она выбрасывает мусор. Идет молодой человек с другой стороны. Там, потому что площадка, она на проезжей части практически, с другой стороны. Я у него спрашиваю. Вы знаете, какая у вас управляющая компания? Вы звонили. Он говорит, ой, я не знаю. И я тут вообще редко бываю. Очевидно, что это были местные жители. Очевидно, что они несут сюда мусор постоянно. И совершенно очевидно, что они не контактировали со своими управляющими компаниями. Иначе они бы включились со мной в разговор и, например, сказали бы, мы звонили там сто раз. Вот такая-сякая управляющая компания. Или как-то по-другому бы реагировали. Но явно люди не знают. Не знают, но ругаются. Но при этом никаких действий не предпринимают, потому что, в принципе, не налажен контакт с управляющими компаниями. Нет понимания, кто поможет в какой ситуации. Чем занимается управляющая компания. И поэтому очень часто, вы, наверное, коллеги, подтвердите, очень часто возникают и конфликтные ситуации в подъездах, да, когда люди чем-то недовольны или чего-то недопонимают, у них не хватает информации. Или они собираются сменить управляющую компанию. Настоящие битвы происходят. Но битвы тоже происходят часто на ровном месте. Мы такую тоже историю тут освещали на улице, там, кирпичной, когда не могли люди выяснить, там, да, вот никак не могли согласиться оставить старую, взять новую, вторую или третью, или еще какую-то. И доводы, которые приводились, они вообще не касались вот того спектра, там, услуг, которые управляющая компания может и по закону оказывать. И наоборот, и наоборот, люди не знали, что бывшая управляющая компания должна была оказывать такие услуги, смирялись этим, но накапливался, накапливался негатив, бабах, и выстреливала. Поэтому у нас сегодня такой ликбез, и мы постараемся, чтобы вы наших слушателей сориентировали. Сориентировали по поводу того, какая должна быть управляющая компания, кто в ней работает, да, какие она действия может осуществлять, какие у вас собственные проекты есть, какие случаи в жизни бывают, как действительно вы взаимодействуете с банками, с ресурсоснабжающими предприятиями. Ну вот. Ну, я хочу сказать, что мы не зря пригласили вас, потому что на сайте Общественной палаты Кировской области есть рейтинг управляющих компаний. Вы в курсе? Конечно. Знаете? Да, ваши рейтинги очень хорошие там. Поэтому я, как член Общественной палаты, обязательно должна была прославить наш сайт Общественной палаты, сориентировать как-то на него. Но давайте начнём знакомство. И мы начнём знакомство, наверное, с Татьяной Викторовной, потому что вы у нас уже не первый раз, и коллегам своим дадите возможность сориентироваться. А как тут говорить? Ну, можно я только вот небольшое уточнение перед знакомством внесу? У нас представлены разные управляющие компании. Сейчас я прошу на это обратить внимание, потому что с разными домами, с разными сегментами, так скажем, вот жилой недвижимости, многоквартирных домов, наши управляющие компании взаимодействуют. Мы специально это сделали. Это важно, да. Мы специально это сделали. Вот у нас есть управляющая компания, которая принимает дома от застройщика своего. Да, не секрет, что управляющая компания Азбука БТА – это управляющая компания при застройщике, специализированная застройщик железной. И коллеги, наверное, мне тоже не дадут соврать то, что рассказывала сейчас Светлана, но, наверное, это не наш случай. Как раз наши управляющие компании знают любого жителя, которого мы остановим внутри наших жилых комплексов. Они всегда ответят, где находится управляющая компания. Другой вопрос, что, опять же, вы правильно отметили, что с вопросами могут приходить с любыми, как входящими в зону действия, в зону ответственности управляющих компаний, так и не входящими. Поэтому здесь зависит уже всё от нашей работы, от менеджеров по работе с клиентами, кто даёт ответы на различные вопросы. То есть мы никогда не отказываем. И если у нас есть возможность помочь, там даже элементарно найти телефон, а где находится поликлиника, где участковый и так далее и тому подобное, даже с такими вопросами к нам подходят. Это как когда-то в дореволюционной России к дворнике дяди Васи можно было подойти по любому вопросу. Это вообще первые лица, которые видят жителей, которые нам непосредственно могут рассказать, а что происходит во дворе, какие есть проблемы. Потому что в любом случае понятно, что инженерный состав, и мы, руководители, мы не можем целый день ходить по всем домам и видеть всё, что происходит. Соответственно, вот этот источник обратной связи и от дворника в том числе, это... То есть это у вас отстроенная такая система, да? Конечно, конечно. Обязательно есть бригадир дворника. Который управляет там своей бригадой. Помимо этого, ещё в момент уборки территории имеет возможность пообщаться с теми или иными жителями. Потому что они, выходя, безусловно, им могут высказать даже претензии какие-то, пожелания. А дворник, естественно, он понимая, что для того или иного выполнения ему нужен либо инвентарь, либо дополнительные какие-то ресурсы, он, естественно, идёт уже к непосредственному своему инженеру, и мы понимаем, что нам делать дальше. Но это пример такой. Да. Давайте обозначим дома и районы, где они находятся, где действует компания «Азбукобыта». «Азбукобыта». Это в настоящий момент четыре жилых комплекса. Жилой комплекс «Метроград» за магазином «Метро» находится. Это жилой комплекс «Знак», проект «Семилетний». Это будет один из крупных жилых комплексов в городе. Это жилой комплекс «Ёлки-парк» Нововятский район. И радужный жилой комплекс «Васильки». Также у нас ещё есть точечная застройка. Это многоквартирный дом Тургенева, 28. И на подходе ещё много домов в центре города. То есть абсолютно все дома, которые построил специализированный застройщик «Железно», управляются «Азбукойбыта». Абсолютно всем, да. Сразу к вам передаётся. Это новый жилой фонд. Да, это новый жилой фонд. А по большому счёту все остальные совершенно верны. Я отличаюсь от коллег в данном вопросе именно тем, что в моём управлении жилые дома новые. Ну, «Васильки» тоже, надо сказать, не старый жилой фонд, не в 80-е годы возводился. То есть вы с такими проблемами, как гнилые трубы... Столкнулись, столкнулись. Столкнулись не с гнилыми трубами, но с другими проблемами. Мы, кстати говоря, обсуждали уже эту тему. Помнится мне с застройщиками, да, и мы тогда говорили, кто в более выгодном положении находится. Управляющая компания, которая берёт на себя новые дома или управляющая компания, которая обслуживает уже поживший жилой фонд. Так вот, многие застройщики говорили, что управляющая компания, которая новые дома обслуживает, тоже достаётся, потому что бывают и недоделки какие-то строительные, которые надо устранять в первые годы и прочее, прочее, прочее. Прерываем сейчас на полминуты и примерно в таком режиме представим двух других наших гостей. Управляющая компания, какой она должна быть? Мы представили нашу первую гостью Татьяну Викторовну Дёмину, генерального директора управляющей компании «Азбукобыта». Сейчас я попрошу Анну Борисовну Клепикову, мы тоже приучаем себя обращаться к директорам управляющих компаний по имени-отчеству, директор управляющей компании «Паритет». Ваша компания где действует? — Наша компания действует на Первомайском и Октябрьском районах города Кирова. Компания у нас создавалась в 2014 году. Изначально в компании не было ни одного дома, и мы ставили всегда себе целью заработать определённую репутацию на рынке жилищно-коммунальных услуг, репутацию именно по качеству предоставляемых услуг, по доброжелательности атмосферы в управляющей компании, чтобы к нам мог прийти любой собственник, тоже так же со всеми своими вопросами, которые мы могли бы решать. В отличие от коллеги из «Азбукибыта», конечно, жилой фонд у нас достаточно старый, и именно из-за того, что в этих домах годами не решались какие-то проблемы, они принимали решение сменить управляющую компанию. И вот поэтому, так скажем, мы эти проблемы и решаем в настоящее время. — За четыре года сколько вам удалось домов привлечь в свою компанию? То есть какое количество домов вы обслуживаете? — В настоящее время у нас в управлении 80 домов. — Я не знаю, это много или мало для управляющих компаний? У нас так много оказалось управляющих компаний, когда я на список посмотрела. Это много или мало для хирургской управляющей компании? — Мы считаемся средней управляющей компанией, потому что у нас есть такие крупные управляющие компании, как Ленинская, Октябрьская, Новоавиадская. Вот это крупные, а потом идем мы. Вот с таким количеством домов. Причем желающих перейти у нас достаточно много. Сейчас мы уже более выборочно подходим к жилому фонду, оценивая свои возможности именно по качеству, предоставлению услуг. — Вы сказали Первомайский и Октябрьский район города. Можем ли мы чуть более подробно описать? То есть вот на Октябрьский район там Лепси, Филеи. — И, кстати, точечно дома или вот прямо целыми улицами? — Ну, мы стараемся не разбрасываться и брать дома в управлении конкретными районами. То есть вот если дом обращается к нам из района нашего обслуживания, то, конечно, это однозначно мы с удовольствием... — У него приоритет. — Да, потому что все-таки комплексно обслуживать вот это достаточно, так скажем, удобно и с точки зрения, опять же, качества предоставления услуг это в приоритете. У нас весь жилой фонд разделен на участки. У нас четыре участка. За каждым участком закреплен свой начальник участка, который полностью отвечает за дома, закрепленные в данном районе. Октябрьский район — это улица Лепсия, физкультурников, такой вот квадрат Ломоносова, Сормовская. То есть вот в этом районе. Первомайский район — это практически вся улица Ленина от начала и до конца, но тоже там не сплошным, так скажем. — Есть спорные дома. — Да-да-да. То есть у нас достаточно много, как вы сказали, управляющих компаний. То есть поэтому, ну, все равно какой-то разброс есть по домам. — И это, я так теперь уже представила, это совершенно разный такой пестрый достаточно жилой фонд. Одну улицу Ленина достаточно представить. На Лепсе там тоже есть и хрущевки, и девятиэтажки, и разные всякие. Я там как раз там детство моё пришло, я могу себе представить, как там всё выглядит. — Вот этот квадрат как раз, да? — Как раз вот это, да, душе третьей школы, там гимнадия Грина сейчас. Совершенно верно. То есть, ну, тут да, есть о чём поговорить. — Есть ли у вас в управлении совсем новые дома, вот такие, которые сданы, например, там? Вот вы сейчас сказали нам, да, что один, по-моему, какой-то дом вам взяли бы, да? — Совершенно, да, так скажем, неожиданно для нас перешёл к нам дом в управление. Просто его выстроили как третий подъезд, и он присоединился к уже существующему дому. Достаточно такая известная история. Это Сурикова 39, корпус. — А, мы понимаем, да, о чём идет речь. Долгострой. — Да, Долгострой. Вот его, наконец-то, ввели в эксплуатацию, и получилось так, что вот сейчас мы им управляем. Проблем там больше, чем на старом жилом фонде, честно говоря. — Ну, давайте их перечислим хотя бы. — Нет, я, наверное, не буду этого делать. — Пока не решитесь даже перечислить. Но вы видите, что долгострой, он несёт за собой, да, очень много негативных факторов. — Очень, очень, да. — Давайте представим Ларису Валерьевну Шмырову, директор управляющих компаний «Лепси Уют плюс» и «Лепси Быт». Лариса Валерьевна, вы рассказываете, где вы действуете и какой у вас фонд? — Ну, про нашу компанию. Мы работаем очень давно на этом рынке. Мы создались с учётом реорганизации в течение последних лет, какие происходили и в стране. Мы находимся на базе ЖКО завода «Лепси», поэтому нам, можно сказать, больше 60 лет. Мы создавались при заводе «Лепси», потому что, как вы знаете, что завод «Лепси» у нас, это самое большое предприятие в своё время, строило очень много домов, и поэтому было создано своё подразделение, было ЖКО создано, которое и обслуживало жилой фонд. — То есть вы фактически тоже компания-предзастройщики, просто вы образованы давно. — Это было очень давно, в прошлом веке, когда ведомственное, когда предприятие, предприятие, ещё у нас были садики. Завод «Лепси», чем я могу отметить, до сих пор социальная сфера осталась у единственного предприятия, которое до сих пор есть, например, пионерский лагерь. И поэтому завод строил очень активно, и это было порядка 650 тысяч квадратных метров, и вот обслуживали, у нас было 4 ЖКО, но в своё время вышел закон о передаче ведомственного жилья муниципальную собственность, и мы передавали всё жильё. В 2000 году, в 2001 году мы передали муниципальную собственность жильё, и у нас на обслуживание осталось 25 ТСЖ и ЖСК. Но в 2005 году вышел жилищный кодекс, где собственникам предоставили право выбирать себе управляющую компанию. И поэтому после 2005 года к нам стали возвращаться дома. На сегодняшний день мы обслуживаем 82 дома у нас в управлении и на обслуживании. Естественно, исторически мы сложились. Вот это Лепсе, да, это завод Лепсе, вот улица Кудшо, улица Лепсе, Большего, Гайдара. То есть вы ближе туда, в сторону Филейки, получается, да? Нет, мы не, это конкретно завод Лепсе. Площадь Лепсе. Конкретно завод Лепсе. Но завод Лепсе строил и... И на улице Лепсе, и на Большего. И на улице Лепсе у нас там дома есть. И на физкультурников даже есть. И на физкультурников есть дома. В центре города строили. Это квадрат Володарского, Мопра, Роза Люксембург. Я прошу прощения, вот Ленина 20, этот большой дом, по-моему, это тоже Лепсинский, или нет? Нет, это тоже был Лепсинский. Это ваш теперь, да. Вот эти дома, они тоже остались все у нас, но и стали приходить, также выбирать нас и на обслуживание приходить новые дома. В частности, вот мы сейчас обслуживаем дома на улице Ленина, это в районе Гринхаус. Это Ленина 185, 189. Это далеко от Лепсинского, но, значит, у нас исторически вот мы сложились на базе, и поэтому у нас вся база осталась та же, и мы практически ничего, мы работали так, что все в наших руках, то есть мы к подрядным организациям практически не прибегали, и у нас поэтому осталась своя база, у нас материальная база осталась. Вот мы сейчас про материальную базу подробнее отдельно поговорим. Своя спецтехника, свой квалифицированный персонал. У нас некоторые, наш персонал работает 40 лет. Ну вот я, в частности, 32 года уже работаю. То есть у вас вся жизнь. Да. Вся жизнь. Да. Отлично. Поэтому у нас все как бы в составе вот все услуги, которые мы предлагаем, весь этот квалифицированный состав вот работников инженерно-технических и рабочего персонала, он вот именно в нашем штате. Это и легче работать, и я считаю, это и качественнее. И у нас за каждый вот куст домов отвечают как, ну, сейчас модно говорить, мастер-хаус, который вот отвечает и за дворника, и за уборщицу. Вот смотрит, и где и лапочка. Мастер-хаус это такой уже термин обозначающий, да? Это термин такой обозначающий, да. Это вот как... Бригадир. Да, это как раньше вот, ну, вот дворник был, который вот он все знал. Это были революционные такие, до революции, что он все знал, и все он мог сам делать. Видите, кто главное лицо управления. Да, конечно, конечно. А вы знаете, что я вам скажу? Когда тут приходили у нас всякие высокопоставленные лица и говорили про уборку улиц и про благоустройство, а мы устраивали голосование и прямые эфиры со слушателями, все в один голос говорили, верните нам дворников, дайте нам дворников, которых мы будем знать, и дворников, которых мы будем любить, и они тоже будут все знать, что нужно делать. Я считаю, дворник и слесарь, сантехник, которого чаще всего и должны видеть, и знают люди. Вот давайте мы с вами поговорим. У нас две темы очень важные вырисовались. Это техническая база управляющей компании, какой она должна быть, и, собственно говоря, персонал. Что входит в набор персонала, чтобы можно было понять, что полностью упакована управляющая компания? Ну, конечно, здесь, наверное, затронем вопрос, а насколько у нас мы обеспечены этими кадрами? Что приходится делать? Самим взращивать там с нуля или переманивать где-то, или у нас готовят их где-то? Вот, еще вопрос важный, насколько кадры взаимозаменяемые? То есть, если, например, тот же слесарь, сантехник работает на одном доме, он работает на нем постоянно, или вы можете его каким-то образом передвигать с объекта на объект? Вот, это, мне кажется, тоже важно. Начнем про материальную базу. У нас две минуты до перерыва. Начнем и продолжим после него. Ну, давайте, Татьяна Викторовна, по традиции, пожалуйста. Да, вот Лариса Валерьевна, она уже столько лет на рынке, да, у нее совершенно другая материально-техническая база. Мне есть, куда стремиться, и мне есть, у кого принимать опыт, потому что в данном случае наша управляющая компания еще не обладает таким составом штата в силу своего маленького срока существования на этом рынке. Мы еще очень молоды. Мы очень молоды, это во-первых, а во-вторых, я же управляющая компания при застройщике, гарантийное обслуживание, поэтому в любом случае мы стараемся все вопросы, которые возникают по обслуживанию жилого фонда в части конструктива и прочих вещей, да, мы решаем застройщиком. Но при этом, естественно, уже готовимся к тому, что нам пора взращивать и готовиться, и приобретать таких специалистов, когда мы останемся одни на площадках, и застройщик уйдет, когда нам придется уже иметь и свою обслуживающую организацию. Она, конечно, сейчас есть, но очень минимальная, то есть это как раз слесарь-сантехник, электрик и какой-то разнорабочий. И вот здесь очень важно тоже, чтобы данный специалист был неким универсалом, потому что количество заявок и обращений, оно тоже очень разное, и в зависимости, там, сантехническая эта работа, электрическая, на каждом комплексе-то по-разному. И вот хотелось бы, чтобы специалист был, скажем так, на все руки мастер. А, то есть он может и трубы починить, и розетки поставить. Конечно, совершенно верно, чтобы мы могли его оперативно отправить на любой комплекс, на любой дом, и он эту проблему решит. Вот поэтому к подготовке кадров и к материально-технической базе, безусловно, надо огромное внимание уделять, и мы, как молодая управляющая компания, очень много уделяем этому времени. Но у вас сейчас что есть? Кто есть в штате и что есть на балансе? Если мы говорим про технику, на балансе ее нет. Лариса Валерьевна, у вас есть? Вот, представляете, есть, да? У нас это аутсорсинг, безусловно. То есть если мы говорим сейчас про зимний период времени, что самое актуально... Уборка, да? Уборка, да. Это, конечно, договоры с подрядными... Все вот эти машинки маленькие, которые есть. Да, подрядные организации. Я мечтаю, что у меня тоже когда-то появится свой там бобкэт, свой трактор, когда я смогу этим обладать. На сегодняшний день пока нет. Именно в связи с тем, что вы еще работаете застройщиком? Нет, это, во-первых. Во-вторых, нет, еще не целесообразный пока экономический. То есть в любом случае, просчитывая содержание техники ее на балансе управляющей компании и просчитывая стоимость этих услуг на рынке, нам в настоящее время выгоднее нанимать подрядчиков со стороны. Ну, условно говоря, это так, как когда ты высчитываешь, что тебе выгоднее купить машину и ездить на своей машине. Либо на такси. Или на такси. Совершенно верно. Можно просчитать за год, сколько у тебя уйдет на все про все. А это то, что касается техники, то, что касается персонала, безусловно, мы уже обрастаем определенным штатам. Это производственный технический персонал, это и инженеры. И мы говорили, как мастер-хаус, слесарь-сантехник, электрик. Дворники. По старинке я назвала, да, бригадир-дворник. Ну, вот им так понятнее, потому что, еще раз говорю, для нас это самое первое лицо, которое сообщает, а что есть сейчас, сегодня с утра, какая проблема в комплекте. Там, не знаю, дверь уже где-то что-то, может быть, покосилась, лестницу требует отремонтировать или еще что-то. Он, безусловно, нам эту информацию... То есть фактически это инспектор по дому? Практически, да, совершенно верно. Хотя в задачи это входит мастер-хауса, но он может делегировать эти полномочия, да, и вот налаживая определенную связь, мы получаем информацию. Прервемся на полторы минуты, у нас реклама. Продолжим разговор с нашими гостями. Мы обсуждаем техническую базу управляющих компаний, какие есть способы, да, вот мы видим, что есть вариант аутсорсинга и кадровую политику управляющих компаний. Урбан. Программа о городских проектах. Программа Урбан продолжается. Наши гости Татьяна Демина, Анна Клепикова, Лариса Шмырова, управляющая компанией. Мы представляем «Азбука быта», «Паритет» и «Лепси», «Уют плюс». Говорили сейчас о кадрах, да, о специалистах и о технической базе компаний «Азбука быта». Перейдем, наверное, к компании «Паритет», да, как у вас все устроено, то есть у вас тоже аутсорсинг, или вы все-таки и свою технику, и своих специалистов стараетесь держать? Что касается техники, у нас тоже аутсорсинг, это тоже касается экономической целесообразности, так как в основном крупная техника, такие как трактора «Бубкеты», она требуется в основном в зимний период, в летний период, она не совсем загружена в управляющие компании, так как не требуется производство каких-либо земляных работ. Поэтому, значит, мы точно так же заключаем договора на зимний период и осуществляем уборку придомовой территории. То есть это не разовые звонки, вы сразу же с какой-то компанией договаривались? Нет, конечно, обязательно перед сезоном, и не с одной, а с несколькими. Потому что в случае снегопадов у нас всегда должна быть по сразу же первому звонку выезд и уборка полностью придомовых территорий. Я вот как раз хотела на хвостик этого часа приберечь крыши, как их чистят. Давайте раз уж мы затронули этот вопрос, то как крыши чистятся, в каком режиме? Вот сейчас снегопады-то пошли, маленькие ещё, но всё-таки. В каком режиме? В постоянном, потому что это самое, так скажем... Но на очистку крыш вы тоже нанимаете каких-то сторонних специалистов? Давайте ещё определим, какой вид крыш, скатная кровля и плоская, что требует очистки обязательно не ежедневная, а вообще в оперативном режиме. Ну, скатная кровля, это, конечно, это постоянный контроль, это если не полная очистка, то это... Частично по периметру. Частично, да, по периметру. Значит, ну... Там, где сосульки скатливаются, там, где облетеление. Да, вот. То есть начали говорить, нанимаем ли мы кого-то на очистку крыш. Нет. У нас все сотрудники остальные находятся в штате управляющей компанией. За время нашей работы мы сформировали очень высококвалифицированный коллектив. У нас нет такой вот, так скажем, текучки кадров. То есть, если, например, слесаря начали с нами работать с начала организации компании, они работают с нами до сих пор. Большие ли у вас зарплаты, если нет текучки кадров? Зарплаты у нас средние. Ну, вот... По Кировской области. Приблизительно там... Это значит от 20-30 тысяч. 15-20-30 тысяч. От 20-ти. От 20-ти тысяч. Но у нас имеют сотрудники вот эти же вот слесаря, сантехники, электрики, электрогазосварщики возможность дополнительно заработать. Потому что некоторые дома, которые находятся у нас в управлении, имеют специальные счета по капремонту. И мы своими силами проводим эти капитальные ремонты. А то есть вы не фонда дожидаетесь, а жители приняли решение? Жители принимают решение, выбирают нас в качестве подрядчика. Мы проводим данные работы с собственными, как говорится, силами. У нас для этого все имеется. И, соответственно, вот дополнительный заработок вот этим же нашим сотрудникам, которые вот работают на, например, инженерных коммуникациях, которые мы меняем в рамках капитального ремонта. То есть поэтому у нас люди держатся, и вот такой к текучке кадров нет. Ну, я так понимаю, что все равно ведь, наверное, есть какой-то спектр работ, которые управляющая компания обязана делать по закону, да, и это как-то вот по тарифам управляющих компаний. А есть еще работы, которые можно делать дополнительно, ну, та же там замена труб по стояку, еще что-то. Вот это все, это приработок такой. Ну, это тоже, да, с этого тоже как бы дополнительно. Чем больше, как говорится, и качественнее ты сделал текущего ремонта, тем больше зарплата у данного сотрудника. Вот, и также хочу, конечно, отметить управленческий персонал, инженерно-технический, который сейчас сформировался в управляющей компании, потому что вот здесь тоже у нас просто работают замечательные сотрудники, несмотря на то, что, например, у нас очень варьируется возраст сотрудников, там вот инженер-теплотехник у нас 27 лет, но специалисты уже, как говорится, прекрасные после института, можно так сказать. Но очень-очень довольны им, и инженер-энергетик у нас работает, ему 68 лет. То есть мы прекрасный работник с большим опытом и опыт передает. То есть вот мы смотрим именно на качество, так скажем, на эффективность работы, поэтому у нас вот сейчас такой разновозрастный достаточно коллектив в управляющей компании. Нариса Валерьевна, пожалуйста. Ну, у нас полный спектр наличия от высококвалифицированных рабочих, и кончая, и инженерно-технических работников, конечно, я не буду здесь время задерживать. Как бы, естественно, у нас слесаря, сантехники, все они у нас в штате. Слесаря, сантехники, электрики, газосварщики и дворники. В том числе мы еще своими силами выполняем и ремонты подъездов, цоколей. То есть у нас в нашем штате и маляры, штукатуры, плотники, кровельщики – это все в наших штатах. Я уже, как вот раньше заметила, у нас есть некоторые такие квалифицированные кадры, которые более 40 лет работают. Но приходят и новые, приходят и новые со своими какими-то и мыслями, со своими идеями. Конечно, у нас весь коллектив тоже сплоченный, дружный и от 25 лет и до 70 лет. И вот если касаться инженеров, то, значит, у нас такие инженеры есть, которые занимаются энергетикой, инженер, которые занимаются водой, работают по приборам учета. Есть инженер, который вот именно, который работает с населением, по каким-то вопросам помогает решать, по участию в программах каким-то. Дальше вот по спецсчетам. Также скажу, что мы своими, у кого у нас, у домов есть спецсчета, мы помогаем выполнять ремонты. Это получается дешевле. На спецсчете остаются денежки для жителей, да. Они же собирают отдельно на своем спецсчете. Вот буквально. И сроки сами определяют. И сроки определяют. И вид работ сами выбирают. Вот мы своими тоже, и к нам обратился вот дом, сказали, давайте мы с вами заключим договор, потому что замену водопроводного и теплоснабжения лучше сделаете вы, потому что вы наш дом обслуживаете, вы лучше знаете сейчас какие проблемы и потом. В конце концов, вам же потом с этими трубами работать. Да, вы же своими руками это сделали. Поэтому мы вот тоже так же работаем в таком же контексте по спецсчету. То, что касается спецтехники. У нас есть две единицы спецтехники. Они нам нужны. Они у нас работают круглый год. Нам их достаточно. Это маленький бобкат, который работает во дворе, он будет очень мобильный. И большой трактор. Кроме этого у нас есть, и так как у нас дома находятся в довольно-таки старых зонах, где очень большие деревья выросли за последние 30, 40, 50, 60 лет. Это мы постоянно летом, мы постоянно летом обрезаем. Дальше мы измельчаем. У нас есть свое приспособление, чтобы в аренду не брать это приспособление, веткоизмельчитель. А он тоже очень довольно-таки дорогой. Используете то, что потом остается после измельчения? Да, потом используем. Но на зимний период мы уже, как предыдущий коллега говорила, мы все равно уже заключаем где-то в сентябре-октябре договоры примерно с тремя организациями, которые нам дают постоянно технику, потому что в зимний период двумя единицами не справиться, чтобы мы могли мобильно убрать. Кто первый того этапа. А вот как. И еще боретесь за этих подрядчиков. Ну, не то, чтобы был рейсер. Достаточно. Нет, мы уже работали. Мы несколько сформированы уже свои подрядчики на зимний период, с кем мы работаем уже не один год. Кроме этого, конечно, по крышам. Ну, у каждого, да, мы и начали с того, что у каждого свои дома. У кого-то новые, у кого-то с плоской крышей, у кого-то скатные. Как я говорила, мы исторически сложились, где у нас на 70% это скатные кровли. Поэтому наши работники работают на кровли, но здесь и мы тоже заключаем уже с подрядчиками заранее договоры. Нам, конечно, своими силами не справиться. И мы зимний период, кроме своими силами, мы подрядчиками очищаем кровлю. А для того, чтобы кровля вовремя чистилась, мы уже, наверное, на протяжении трёх лет, я создаю приказы, где каждое утро, независимо, кто у меня, или я директор, у меня свой есть куст домов. Участочек. А как? Да. Или это инженер, или это мастер. У каждого свои 5-6 домов, где каждое утро и субботу-воскресенье обходят дома. Всё это у нас в эксплуатационный участок, вся информация сливается. И с утра, значит, распределяемся, куда идут, на какие дома. Или сосульки обивать, или подрядчикам работать. Вот когда мы начинали наш разговор, ещё только садились до эфира, тут разговаривали, наши гости сказали, что мы тут будем делать два часа. Мы только начали, господа, только начали. А первый час уже закончился. Мы ещё только познакомились, да. А в следующем часе, после 12, мы будем говорить и о мусорных площадках, и о взаимодействии с жильцами, и про озеленение, и про подъезды будем говорить. В начале какого часа? И про детские площадки. В начале первого, да. Сейчас прервёмся на новости, тематические программы и рекламы, и продолжим. Урбан. Программа о городских проектах.